Чувствую к этой теме будем возвращаться еще не раз. Сегодня рассмотрим легендарнейшую финку НКВД. Но в исторические дебри создания и применения впадать не будем. Рассмотрим просто те ножи, что лежат на прилавках сегодня. Обычно, слыша слово финка, представляем это, ну или вот это. Но финка НКВД почему-то выглядит так. Этот нож окутан легендами и мифами. В основном, конечно, мифами. По официально тиражируемой версии создания этот нож – эволюция финского ножа-паука. Хотя, скорее всего, это должно было быть что-то вроде вот этого. Во времена работы в магазине ножей, каждый второй покупатель этого ножа считал своим долгом рассказать мне, что это именно то гениальное инженерное решение, когда у ножа идеальный баланс для метаний. Действительно, сила кино внушать людям глупости поистине безгранична. А теперь к фактам. Сегодня за финку НКВД у нас будет отдуваться финка 2 от компании АИР. Это гражданская версия ножа, то есть нож не является оружием и сертифицирован как туристический. Основное отличие холодного от нехолодного исполнения – это толщина обуха. Здесь он менее 2,5 мм, поэтому не является оружием. Нож представляет собой прямой узкий клинок со спусками от середины клинка и небольшим долом. Развитая S-образная гарда, рукоять прямая, практически круглая, но совсем немного бочкообразная. И самое главное – герб НКВД. Второй нож – это финка Вача. Также гражданская версия того же производителя. Данный нож мне нравится куда больше. За счет более высоких и слегка вогнутых спусков, нож имеет более элегантный клинок с более резучей геометрией. Такая геометрия призвана исправить проблемы первого клинка в резе и дать приятный сквозной рез ножу. Также в ролике есть третий нож – своего рода эволюция финки НКВД. Это штрафбат от той же компании, также гражданская версия. Реплика НР-40, не менее легендарного ножа-разведчика времен Второй мировой войны. Он, кстати, наиболее похож на финку и на туристический нож. Толщина обуха этого ножа даже в боевом исполнении, то есть в холодном, отличалась совсем незначительно от этой гражданской версии. Каждый нож отдаленно даже напоминает финку. Все эти ножи я объединил в один ролик, так как они очень конструктивно похожи и страдают одними и теми же проблемами. На мгновение даже может показаться, что это неплохие ножи, особенно если он в гражданском исполнении, так как толщина обуха в 2,4 мм вполне достаточно для большинства рабочих задач. А толщина в 3,5 или 4 мм в сочетании с таким узким клинком просто сделает из ножа зубила. Но по факту все разрушают нюансы. Нюанс 1. Здесь не скандинавские спуски. Кто еще не видел разбор, что такое скандинавские спуски, чем они хороши, рекомендую поставить на паузу и пройти по подсказке в верхнем углу экрана. Так как здесь не скандинавские спуски, то нож вызывает сразу диссонанс, ведь называется он финкой, а плюсов финки в нем нет. Нюанс 2. Развитая S-образная гарда. Не говоря про то, что финны вообще редко используют гарды на своих ножах, и все задачи, связанные с уколом ножом, выполняют просто изменив хват ножа, а здесь такое решение снова разочаровывают. На практике в бытовом применении гарда очень сильно мешает. Знаю ни одного владельца таких ножей, которые спилили верхнюю половину гарды, так как просто уже не было сил мириться с этими неудобствами. Нюанс 3. Прямая, слегка бочкообразная рукоять. Смотрится хорошо, этого не отнять, но очень уж она тонкая. Даже в моей небольшой руке нож не лежит. Для примера, рукоять классического скандинава. Вы видите, что она более полная и бочкообразная. Именно такая форма является самой универсальной для рабочих ножей. Проблемы с рукоятью практически полностью решены на ноже штрафбат. Вообще его рукоять больше всех походит на классические финские ножи с грибком на рукоять. Сейчас ожидаемо жду гневных комментариев, типа «Что ты несешь? Этот нож – оружие? Какое бытовое применение?» Так вот, в том-то и дело, что и как оружие этот нож вряд ли мог применяться успешно в годы своего производства. А сейчас в продаже есть десятки вариаций гражданских ножей, повторяющих формы финки НКВД, сертифицированных как туристические ножи, но очень слабо подходящих для туризма, тем более для охоты. Очень слабо представляю, что найдется охотник, который возьмет нож финка НКВД и пойдет добивать раненого зверя. Вообще, смотря на этот нож, возникает куча вопросов. Вот почему этот нож все хотят купить? Может быть, все дело в буквах НКВД? В этом есть какая-то магия? Конечно, НКВД – одна из самых кровавых спецслужб 20 века. Но ведь при чем тут нож? Ведь они все свои вопросы решали, приставляя револьвер к чужому затылку. Подводя итог, нож, безусловно, разочаровывают как нож. Конечно, в нем присутствует некоторая эстетика простых линий и небольшой налет истории. Но ничего более. Напишите в комментариях, хотели бы вы купить себе такой нож и почему. Если вам хочется узнать больше о ножах, материалах и о процессе изготовления, ставьте лайки, пишите комментарии. Будет интерес от вас, будут новые ролики от меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!